Вы спросили про партию МАНа. У меня здесь пример очень простой. Я привел в пример. Как пример новой партии, которая придерживается европейских взглядов. Пожалуйста, пожалуйста. Смотрите, у меня очень простой подход к этому. Как администратор, господин примар, он показал много вещей, которые он может сделать. Да, есть много вопросов, стратегические проблемы, дороги, пробки, парковки, затопление. Все это остается в городе. Но надо признать, что и горожане любят сталкиваться десятилетиями с этими проблемами. То есть уровень урбанистического образования наш тоже достаточно низок. То есть если он, будучи в прорусской партии, которая была против, яро против европейской интеграции, в частности, яро против тех документов, которыми мэрия сейчас в том числе пользуется. Это является договор об ассоциации с Евросоюзом и договор о свободной торговле. Потому что мэрия является получателем европейских денег и будет ей еще больше, если все будет хорошо в Молдове и все пойдет по плану. То есть в этом случае я, к примеру, могу понять или принять, что он был прорусским, пророссийским политиком. Но он хороший управленец по части зеленых звон, тротуаров. Подождите, подождите. Но в момент, когда он объявляет формирование политической партии, то есть он не просто администратор города, он не просто лидер партии, тогда у меня появляется вопрос. А не хочешь ли ты вернуться к тем тезисам, которые ты очень яростно продвигал? Это не были какие-то вспышки, моменты. Он не является троянским конем, вот мы будем брать деньги отсюда, на самом деле вот вклинимся как-нибудь в какую-нибудь коалицию. Ну посмотрим, не будем обсуждать, я примара пригласил на передачу. Еще очень важная вещь, еще очень важная вещь, еще очень важная вещь. Вот сегодня важная вещь. Мы монополизировали сегодня. Понимаю. Вот вы мне дальше не будете приглашать, и на этом все закончится. Подождите, еще одна важная вещь. Вот всегда он жалуется на то, что нет диалога между центральными властями и службами. Вот сегодня полиция третий день подряд просит, чтобы он скорректировал, по крайней мере, локацию этого протеста по определенным причинам. Хозяйственным причинам, там есть какие-то причины. Он отказывается это делать. Ну хотя бы диалог провести, чтобы передвинуть куда-то его. Потому что там есть уже вопросы безопасности проезжая часть. Вы правильно заметили, кто там может упасть и тому подобное. Отсюда этот политик обсуждает та партия, которая делает протест, та партия Шора. Она обсуждает с председателем политической партии в России, которая не признает целостность территории. А отсюда не идет никакого контакта. Вот у меня спрашиваются, они вместе? Может вот в таких ситуациях с политической точки зрения они будут вместе? То есть для меня очень важно, чтобы был сделан четкий выбор. Кто он на самом деле? Если политик, тогда нужно объясниться по всем вопросам. В том числе по Европейскому Союзу. Что ты говоришь?